Друзья, доброе утро! Итак, начало новой недели. В 7 часов утра просмотрел новости быстро. И одна статья мне особо понравилась, особо возбудила меня. И, конечно, я не упущу возможности прокомментировать. Итак, господин Стояноглов, самый гагаузский гагауз прокуратуры, дает интервью, читал, и скажу вам, что меня особо вообще раздражает. Плохотнюковские прокуроры возбудили против него уголовное дело, а, вернее, сфабриковали. Смотрите, Плохотнюковские прокуроры возбудили, вернее, сфабриковали на него уголовное дело. Я не знаю, в этой стране вообще мужики есть или нет. Господин Стояноглов, вроде вы гагауз, это смелый, мужественный народ, а ведете себя, как тряпка. Вот, Плохотнюковские прокуроры сфабриковали против меня уголовное дело. Господин Стояноглов, может быть, у вас с памятью не в порядке, но я хочу задать вопрос. Слушайте, что же вы ведете себя так мерзко? Плохотнюк, во-первых, был ваш босс. Плохотнюк вас кормил. Кормил, как цыплят, каждому по кулечку, каждому по конвертику. Это был ваш пахан, партийный пахан. Вы были в 13-м году, господин Стояноглов, не просто депутатом парламента, вы были председателем комиссии по безопасности. То есть вы непосредственный, ответственный депутат, плюс председатель комиссии, который отвечает за кражу миллиардов. Вы в тот момент были в парламенте, председателем комиссии. Партии Плохотнюка. У вас была карьера при Плохотнюке. Вы там не просто жили, вы там процветали и жировали. И вот сейчас Плохотнюка нет. И вот я слышу. Один сын молдавского народа, Додон, который кульками получал из рук лично партийного геноса Плохотнюка, начинает теперь на Плохотнюка показывать пальцы. Мы, мы его избавились от него, да мы его порешили, да он этот, да он такой, да мы самые такие, да мы крутые, мы избавились от Плохотнюка. Я когда слушаю, вот я, я считаю себя, может быть я не обузданный мужик, может быть, не тактичен, я не сопротивляюсь. Такой я, украинец. Но когда мужики паслись и лизали руку Плохотнюку, такие как Стояногло, такие как Додон, и вот сейчас его нету, его нету. И они уже такие герои, да как они сражались, да как они там, какие они честные, какие они были порядочные, это тогда боялись даже слова Плохотнюк сказать, даже боялись, даже у Додона, даже курс был лечения у логопеда, он не мог слово Плохотнюк произнести, я свидетель. Стояногло сидел тихо, представитель гагаузского народа в парламенте, председатель комиссии, который должен был остановить кражу миллиарда, молчал, тихонько молчал. и когда, господин Стояногло, вам скажу, 8 февраля 2013 года, я сумасшедший, потому что нормальные были такие, как Додон, как вы посасывали, подсасывали, а я не мог жить спокойно. 8 февраля я выхожу на пресс-конференцию и докладываю, что у нас в стране воруют, готовят, уничтожат банк. все телеканалы крутили мое заявление. И что, господин Стояногло, ваши коллеги, ваши прокуроры, ваши полицейские, ваши менты продажные, которые до сих пор сидят в полиции. Так вот, и получают команду, ну, со временем же все узнаешь, да, время это самое лучшее лекарство, и все расставляют на свои места. И вот мне сейчас рассказывают, что вот, Филат дал команду Ричану, а Ричану выполнял. Это 40 полицейских бегали везде, по всей Молдове, искали компромат на Гелича, чтобы закрыть рот ему. Надо было тогда закрыть рот. Но это же украинская крафт. Мы назад не даем. Нас хотели придушить украинцев, как сейчас Путин, такие, у меня, признаюсь честно, тяжелый характер. Я назад не даю. Меня там, мне звонят, встречаются, предупреждают, Федор, против тебя там, дали команду, дали команду. Мои бывшие командиры воинской части, где я служил, пошли к Ричану, министру Ричану, МВД. Это, этот, этот кадр, был министром МВД. Вот сейчас я впервые рассказываю. И после того, когда прошло некоторое время, меня освободили из-под ареста, и мой непосредственно начальник, скажу прямо фамилию, даже назову, по-моему, он уехал, полковник Малюга Александр Иванович, был начальником отдела кадров политуправления. И вот он, после, когда меня в 13-м году освободили, он говорит, Федор, мы всем нашим офицерским составом, ветеранам, пенсионерам, пошли к Ричану, министру, МВД. И тот даже слова не мог открыть, только пальцем показал. Это не он, это оттуда, сверху дали команду мочить Гелича, чтобы он рот закрыл пробанк. Господин Стоиногло, где вы были? А сейчас вы бедненький, плачете, бедненький, начинает скулить, вот, против меня сфабриковали, и главный кто? Не, не говорит, что Майя Санду, а люди плахотнюка. Господин Стоиногло, знаете, я очень внимательно слежу за всеми, за всеми, ну, работа у меня такая, за всеми следить, за всеми вами. Так вот, вспомните, когда некий Платон, который сейчас находится в розыске, и вы, господин Стоиногло, понимаете, какие же вы политические шлюхи, значит, народу показываете, что Платон совершил преступление, дают ему 18 лет, да, если я не ошибаюсь, народ, это избиратели, смотрят и думают, о, смотрите, какая власть, молодцы, сажают бандитов в тюрьму, тут приходит на должность генерального прокурора Стоиногло при Дадоне, Дадон, ну, это ж соратник, и говорит, так, сейчас, друзья, я тут, чтобы на эмоциях не уперся в кого-либо, так вот, приходит за Чистаиногло генеральным прокурором, еще президент Дадон, его представляет, Яков, Румушека, Фрумушика, Гагауста, Стоиногло, и Гагауста, Стоиногло, что делает? Первым делом, сразу же выпускают и освобождают Платона. Платон не виноватая, оказывается, те прокуроры, которые воссажали судьи, дебилы, а вот Стоиногло выяснил, что те прокуроры, которые выступали обвинителями в суде, дебилы, как же так? А судьи вынесли приговор, что по сфабрикованным документам очень интересно. Ладно, допускаем. И привет! Все помнят, да, это видео. Господин Стоиногло, вы знаете, может быть, вы думаете, что действительно у народа у нас такой глупый, не может разобраться. Это привели в наручниках преступника и генеральный прокурор. Вячеслав, привет! Вы хоть статус-то свой понимаете, какой вы занимали, господин Стоиногло? Вы позорище, позорище Молдовы, позорище гагаузского народа. Вот, что я вам скажу в открытую. И вы продемонстрировали всему миру свой не просто непрофессионализм, а вы продемонстрировали вашу связь с преступным миром. После вы выпускаете по вашему ходатайству суд, его выпускает Платона, и Платон забирает нашу величайшую журналистку Морарь Наталью и смывается в Англию. И там спрятался. И тут объявляют Платона в розыск. Но это только может быть в стране идиотов и с такими дебилами прокурорами. Это же надо посмещище на весь мир. Вся страна все это смотрит и хватаются за голову. Что же происходит? И вот сегодня Стояногло, а у нас еще СМИ пророссийское показывают, как страдает Стояногло. Против него сфабриковали уголовное дело. Господин Стояногло, вашему сведению, Федор Гелич 9 лет тому назад подвергся такой атаке, почти как Путин против Украины, против всей семьи. Четыре уголовных дела. Полит всегда был такой правильный, такой был коммунист, советский, и тут четыре уголовных дела. Ну, это же цирк, цирк был. И что, господин Стояногло, где ваши сейчас прокуроры? Прошло 9 лет, я всех спрашиваю, так, кого Гелич продал? Вы же меня обвинили? А мне пишут, получил письмо пару дней назад с прокуратуры антикоррупции. Господин Гелич, вы вправе согласно статье такой-то, такой-то обратиться в суд и потребовать моральный ущерб. Ёппересетеплет. А, господин Стояногло, прокуроров те, которые фабрикуют уголовные дела, нужно сажать по статье, ну, приравненной к смертной казни. Потому что вы, прокуроры, вы столько вреда нанесли имиджу Молдовы, вы столько погубили человеческих душ, вы самые большие бандиты. Говорю в открытую, прокуроры Республики Молдовы это самый криминальный, криминальная прослойка нашей страны. Это именно прокуроры. И вот сегодня мне прокуроры пишут, вы вправе потребовать моральный ущерб страны. То есть моральный ущерб страны мне будет платить народ. Очень интересно. Бабушки, старушки, пенсионеры. А те прокуроры, которые фабриковали дело по указанию, где они? Господин Стояногло. Где? Почему? Прокуроры, те, которые фабриковали, мне говорят, вот мы нам давали указания, нас давили. Слушайте, как сегодня в России там говорят, их ловят украинцы, братья мои, а они говорят, нас прислали, нам заставили убивать граждан Украины. Застрелись, если тебя заставляют. Я всегда мне Гайчук на наш, это генерал, спрашивает, как ты с таким характером, Федор, прослужил столько лет в армии? Отвечаю еще раз, когда мне давали приказ, и я считал, что этот приказ незаконный, противоречит уставу и закону, я требовал написать неписьменный приказ. И сразу же начальнички иди нахуй. Поняли, да, по-армейски? Значит, если ты человек с принципами, то ты должен различать, где тебе закон. Законные дают указания, а где незаконные. Это я говорю господин Саиноглава, прокурорам, которые этот, как шавки сначала сосете, лижете руку дающего вам, а потом вы его хаите. Ну, до чего вы мерзкие люди? Вы даже мужиками не можете быть до конца. Уже не можете до конца быть настоящими мужиками. Ну, лизал, ну, сосал, господин Саиноглава, так уже молчи и иди посиди в тюрьме. Ничего страшного. Я месяц посидел. Ничего. Еще больше узнал. Посидите в тюрьме вместе с Додоном. Так, два дружбана. Вы думаете, я ничего не знаю от вас? Я вас очень много знаю. Один дрова. Так вот, посидите, идите по судам походите, по судам, лет десять походите, каждый день будете знать, вести учет, вот такого-то заседания, такого заседания не шло. И так будете десять лет до смерти ходить по судам и доказывать, что дело против вас фабриковали. В чем проблема? Что вы скулите? И Платончика своего тоже позовите. Пусть Платончик скажет на суде, сколько он вам миллионов отвалил, господин Стариногла, за то, что вы его отпустили из тюрьмы. И он сбежал к Наташи Мораль. Господин Стариногла, ненавижу, когда людям врут, ненавижу, когда народ считается быдло. Вы такие, как вы, господин Стариногла, такие, как Дадон, будьте мужиками. Я не знаю, вообще, нет смысла вам говорить, будьте мужиками, потому что мужик настоящий, он не скулит, он не скулит, а дерется и доказывает и никогда не убегает. Вот как Шор, как Платон, ваши дружбаны, так, у которых вы деньги брали. Значит, дерись до конца и доказывай. Доказывай, что ты прав. Доказывай, что все, что описано в обвинительном заключении, это сфабрикация. Доказывай, что ты скулишь. Что ты скулишь и плачешь, сын гагаузского народа. Вот. И главное, кто сфабриковал? Плохотнюковские прокуроры. Господин Станиногла, а вы были генеральным прокурором. А что же вы не сделали чистку? Чистку. Почему? Вы генеральный прокурор, у вас в руках было все. Что же вы первый месяц, первый день сразу же не почистили генеральную прокуратуру? Тем более, вы, будучи членом команды Плохотнюка в демократической партии, в парламенте, вы знали весь личный состав генеральной прокуратуры. Всех прокуроров по Молдове. Вы знали, кто чем занимается. Вы знаете, кто выполняет указания. Вы знаете, кто получает кульки. Вы знаете, какие особняки они строят. Вы все знали. Почему же вы их не почистили? Если вы сейчас говорите о том, что эти прокуроры люди Плохотняка. А знаете, почему, господин Ставин Новго? Потому что вы лжец. Такой же, как бы дом. Вы просто думаете, что по жизни вы будете этих, этот молдавский народ насиловать и вы будете постоянно держать всех в страхе. Не катит уже это. Никак не катит господин Ставин Новго. Так что я лично очень рад, что сегодня маленькая 32 килограмма женщина-президент вас ставит в позу. И вас, и Додона. Это было, это надо было давным-давно сделать, но не нашлось у нас, не нашлось. Один этот грудь себя бил, что он коммунист, а на самом деле обыкновенный тоже такой же бандит, прикрывается серпом-молотом. Обманывали все эти годы этот народ. 30 лет. Обманывали и лгали. Сами наживались, сами обогащались, сами себе сделали огромные пенсии, особняки, банковские счеты за границей. А народ все время обманывали. Все время. И вы, господин Стоянин Оглово, в этом числе, тоже с этими, вы публично лучше расскажите, сколько вам дал за свое освобождение Платон. Только не говорите мне, как Додон. До сих пор его спрашивают, Игорь Николаевич, так что же было в этом кульке? Дом не помню. Не помнит. Додон я, блин, извините, друзья, за, 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 но я еще сдерживаюсь, потому что хочется сказать по-народному и по-русски. До чего надо быть тряпкой? Тряпка это мягко сказано. Какое слово подобрать? Нету ничего мужского. Нету, но ничего. Только яички висят между ног, детородный орган, вот это все, что, вот это все, что отличает этих существ от женщины. А на самом деле женщина более мужественнее и порядочнее, чем эти мужики. И даже не хватает смелости сказать, что уважаемые граждане Молдовы, я вам честно скажу, в кульке были деньги. Хрен с ним, не говори сумму, но скажи, были деньги. Плохотюк мне дал. Что это было? Это социальные пособия. Что это было? Это была благотворительность. найди в себе, найди в себе мужество. Мужик, ты же блин, твою мать, президент страны, ты же первое лицо государства был. Представляете, я хреневаю, блин. Даже не хватает смелости сказать честно. Тебя больше будут уважать, если ты скажешь правду. Тут ему говорят, это сфабриковано, это же надо, двойник Додона брал этот кулек у Плохотнюка и Плохотнюк, надо какой лох, этот Плохотнюк даже заметил, что Додон то не настоящий, это был двойник Додона, а может быть и Плохотнюк был тоже не настоящий. И вот этот политик, который был президентом, смотрю на его физиономию, когда он выступает на телевидении этом российском. Вы знаете, видел я людей доуличных, видел предателей, видел подонков, но этот, этот, вот этот вот, Игор Николаевич это переплюнул всех. Ни капли ни в глазах нет у него, ну блин, ну врет, даже глазом не моркнет, ему надо давать сразу, сразу звание заслуженный артист Российской Федерации, не Молдовы, не надо позориться нам, а вот Российской Федерации, и чтобы Путин лично ему вручил это высокое звание, понимаете, ну врет, даже глазом не моркнет, и вот господин Стаяногло, ну копия два брата, вот, вот, вот на него возбуждали дело, фабриковали и главный кто, знаете, я вам скажу, меня так учили, у меня самый лучший учитель в жизни был, это мама и жизнь, бурная жизнь, бурная, все время по лезвию, кайфуешь, а так неинтересно жить, экстремал по жизни, понимаете, ну если все вокруг свободно, это не для меня, то есть спокойно, не для меня, жизнь должна быть, умереть, как мой начальник политодела говорил, надо в бою, на службе или на бабе, ну в худшем случае под бабой, вот это достойная смерть мужика должна быть, а это хлюпики, сидят, еще выходят, что-то оправдывается, я вот сижу, друзья, и думаю, а у нас среди населения, вот люди, которые слушают эту дред, слушают этих преступников, неужели эти категории людей не понимают, что их не просто зомбируют, а их держат за идиотов, вот выходит Додон, выходит такие, как Стойеногла, как Шор, как Платон, и они же не дураки, они очень умные ребята, они понимают, что это вся их дерьмо экранов телевизора рассчитано на обычных простых людей, которые все проглатывают, как вот сейчас в России, Путин говорит, и все проглатывают, вот точно самое у нас, неужели люди не понимают, не понимают, что их просто за людей не считают, что люди для них, для этой категории обычные быдло, даже вот такие яркие примеры, когда человек должен разбираться, показывают кульки, показывают этот Дадона вместе с Плаходняком, показывают Стойеногла вместе с Платоном, этот, и ой, привет, Славик, ой, это ёппересеты, ой, яй, 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 в общем, ладно, друзья, душу отвёл, с утра, боевое настроение, у меня неделя будет сегодня, в этой неделе будет напряжённая, в поездках, так вот, господин Стойеногла, сейчас, последнее заключение, что хочу вам сказать, сейчас придумаю, я-то думал, что вы ух, гагауз, а вы пустушка, обыкновенная пустушка, будьте мужиком, достойно, пройдите этот путь, пройдите хотя бы одно уголовное дело, как вы говорите, сфабрикованное против вас, пройдите как рядовой гражданин, как обычные люди, которые проходят в нашей стране, почувствуйте на себе, как себя чувствуют обычные молдавские люди, почувствуйте достойно, и ваш друг, дадон, который вас генеральным прокурором проталкивал, тоже должен посидеть, ну, посидите в камере, 13-е, я не знаю, какую вам камеру дадут, мне, я месяц, меня все время спрашивали, как там, я не знаю, как кто, но я был в идеальных условиях, во-первых, я очень благодарен администрации тюрьмы, 13-й, ко мне было очень, очень проявлено глубокое такое человеческое уважение, и даже среди этих зэков, меня там очень уважали, я, я понял, что это не покупается, это заслуживается, так вот, я не знаю, куда у вас какую-то, потому что там есть подвала где-то, я не знаю, где там говорили мне, вот, посидите там, посидите месяц, будет о чем подумать, вот, и вам, господин Стоиногла, и вам, господин Дадон, ну, а как вы думали, ведь, вот такие, как вы, виновны в том, что Молдаване, сегодняшний день, сколько лет прошло, сколько лет прошло, потеряли столько народных денег, столько было бы сегодня благ, если бы не воровали, если бы не обокрали эту страну до нитки, и во всем виноваты, господин Стоиногла, такие, как вы, прокуроры, которые должны были служить народу, следить за соблюдением законов для всех, а не выборочно, и защищать правду и справедливость, вот, что, господин Стоиногла, я вам хотел сказать, друзья, спасибо за внимание, двигаемся вперед, только вперед, не шагу назад, всем пока, всем пока, следуя, спасибо,